попробуем другому суде позвонить 778 138 судья горкуша сергей николаевич здравствуйте вы паханов да извиняюсь под панаха да кельбиханом панахович подскажите пожалуйста у вас доступ через газ правосудия к материалам дела есть такая техническая возможность то есть такая возможность если вы когда-нибудь предоставляли такую такой доступ никогда ни разу когда газ правосудия введена в эксплуатацию не подскажете подскажите если заявление будет написано предоставление доступа в какой срок будет предоставлен доступ понятно подскажите сегодня технический специалист вот и консультант 111 номер он на месте чуть не могу до него дозвониться ладно извините благодарствую так получается у нас уже два человека подтвердили что ни разу доступ через газ правосудия не предоставлялся сургутским городским судом так кто тут у нас еще филатов уруджи где-то у нас тут был лопатнев тоже судья который участвовал незаконном вынесении решения мой адрес так 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 попробуем дозвониться обратно в отдел гражданского судопроизводства да причем тут кашпировский народ кто захотел тот вышел из морока екатерина владимировна и второй час нет на месте здравствуйте мне нужна екатерина владимировна екатерина владимировна антон николаевич булгаков беспокоит подскажите пожалуйста как мне знакомиться с материалами дела дело в том что я подавал два обращения 1 3 декабря о том чтобы получить наручно то есть визуально в живую ознакомиться материалами дела и второе обращение от 10 декабря предоставить доступ к материалам дела через газ правосудия до сих пор доступ не предоставлен вы же вы же мне сами отказали 9 декабря в ознакомление это неправда мне мне есть аудиозапись у меня есть аудиозапись вы мне отказали а почему вы меня подождите я при екатерина владимировна я присутствовал до закрытия суда в здании городского суда и ни с каким актом меня не знакомили почему это не я вам еще раз говорю не это неправда мне 4 очевидца и и мы тоже составили свой акт что вы мне отказали это все будет сделано вы мне подскажите как мне ознакомиться с материалами дела в присутствии своих представителей то есть один раз предоставляется возможность но вы меня также будете закрывать в кабинете судебными приставами и устраивать провокацию вы мне подскажите я могу екатерина владимировна я могу ознакомиться с открытой дверью в этом же кабинете без присутствия судебных приставов дело в том что мне мои доверенные лица нужны для того чтобы они видели что я никого не собираюсь провоцировать не совершать никаких противоправных действий да 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 вы кнопочки нажимать алё вы зачем кнопочки нажимать екатерина владимировна прекратите устраивать диверсии алё екатерина владимировна ну что это такое специально нажимая кнопочки чтобы создать помехи и потом трубку бросает звоним еще раз так на факс переключили звоним еще раз линия занята трубку наверно сняли опять занята звоним техническом специалисту 778 111 никто трубку не берет звоним судебный департамент хмал четвертый раз никто трубку нельзя такая где-то какой-то номер набирал там трубку взяли 33 на конце андрея вот так они хотели закрыть меня с вместе с едиными приставами внутри кабинета я один и их двое и не очень они очень агрессивно были на девушка здрасте я вам звонил вот пытаясь зазвониться на 20 отлично подскажите я пытаюсь дозвониться по телефону 35 92 92 59 00 и там уже в течение полутора полутора часов никто трубку не берет судебный департамент подскажите тогда мне нужно по ознакомлю меня отказывается ознакомить с материалами дела и в живую и в электронном виде через газ правосудия с кем могу проконсультироваться по этому вопросу с кем алё алё да здрасте девушка мне интересует следующий вопрос меня отказывают мне отказывают в ознакомлении с материалами дела и в живую и через газ правосудия в электронном виде скидок то мне может помочь отрешить этот вопрос да конечно 3 декабря и 10 декабря сургутский городской суд срок ответа на такое обращение девушка меня сроки говорят мне до 28 числа нужно написать апелляционную жалобу и до этого срока мне нужно ознакомиться с материалами дела даже если бы я сразу не так мне даже ответ на мое официальное обращение через газ правосудия я требовал предоставить доступ к материалам дела через газ правосудия подавал обращение так они мне даже через газ правосудия не могут предоставить официальный ответ номер 2 а а 94 76 2019 немного позже это через сколько антон николаевич булгаков девушка девушка подскажите ваше имя и отчество мили а должность какого дела а подскажите как-то с начальником с руководителем судебного департамента можно пообщаться по этому вопросу почему конечно ну я понимаю насколько мне известно за все отвечает руководитель это не процесс правосудия девушка вы ошибаетесь это не процесс принятия решения по делу это не процесс правосудия это тир чисто и технический организационный вопрос выделяется миллиарды на систему газ правосудия а доступа к делу меня до сих пор нет спустя 7 дней 7 дней ну такие я пускаю почему он все в течение семи ну то есть он вот то есть он может вообще мне не предоставить доступ до смысл он обязан предоставить доступ хорошо через полчаса перезвони тоже бросает трубку не хотят общаться конечно письменно обратитесь через 30 дней мы вам ответим понимаете даже если бы я в тот же миг когда шестобитов принял решение обратился бы с письменным обращением то есть у меня на обжаловании есть 30 дней и мое бы обращение предоставление доступа они бы рассматривали 30 дней получается замкнутый круг нет нет и и так бы не успел и сяк бы не успел так звоним техническому специалисту 778 111 идет сброс так открытые данные судебный департамент рф попробуем к ним позвонить телефоны все московские ну пробуем так 684 83 49 антона это какие нервы надо иметь а вот такие 62 дня психошки дали очень хорошую закалку незаконного удержания не кололи не пичкали али али факс факс отвечает так контрольное реализационное управление управление капитального строительства управление обеспечения деятельности судейского сообщества управление информации о управление по противодействию коррупции 693 62 92 так а у нас 8 утра до москве схема проезда со скольки до скольки работает они наверное еще не работают хотя нет я же дозвонился в одно из управлений правильно сейчас звоним управление по вопросам противодействия коррупции 495 693 62 92 запомните в народ да в москве начала 9 но и сами слышали трубку взяли то есть уже на месте время работы непонятно какой так все 292 звоним сбрасывает так а я звонил на 49 обеспечение деятельности арбитражных и специализированных судов кадров обеспечения ревизионное управление за что она отвечает непонятно так обеспечение деятельности судейского сообщества то вот сюда позвоним 495 609 55 86 управление обеспечение деятельности органов судейского сообщества тоже трубку не уберут так на следующий наверное попробуем административно-хозяйственное управление позвонить 688 70 92 так попробуем позвонить юристу по гражданским делам получить консультацию безоплатно так 913 267 56 31 видео размещено два месяца назад примерно здравствуйте это контора про подскажите пожалуйста я вот увидел ваш видеоролик по поводу предоставления доступа через систему газ правосудия к материалам дела это ваш видеоролик а как-то можете проконсультировать по моей ситуации слушай сейчас секундочку у меня следующая проблема мне не мне отказывают в ознакомлении с материалами дела и в живую и через газ правосудия не подскажете что мне делать в данной ситуации ну я предполагаю что состоит коррупционная составляющая есть в действиях и судей судебных приставов я приходил в живую ознакомлюсь с материалами дела они хотели ознакомить меня с материалами дела в присутствии судебных приставов то есть они заходили в кабинет вместе со мной и очень агрессивно были настроены применяли физическую силу к моим соратникам которые пришли со мной к женщинам я пришел к выводу что они просто хотят мне провокацию устроить дело резонансное я подал в суд на прокурора города сургут и прокурора округа хмал они объявили закрытый процесс и выгнали всех скидывая со скамеек женщин и с материалами дела меня до сих пор не ознакомили хотя прошло уже более 17 суток нет никакого конфликта нет с моей стороны то есть я действую строго по закону мне да предоставляет но обращение было подано и 3 декабря об ознакомлении в живую и 10 декабря об ознакомлении через газ правосудие вот и меня интересует именно через газ правосудие из вашей практике вы можете подсказать как быстро предоставлять доступ в электронном виде через газ правосудие ну это доступ к делу да 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 к материалам дела да 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 но там вам не предоставят доступ к делу почему а он предполагает собой судебные акты вы можете знакомиться с судебными актами в том числе законодательство предусматривает например обжалование то есть суди например выкладывают решения судов определения с электронной подписью то есть это направлено на облегчение с самими материалами дела вы не ознакомитесь они их не будут сканировать и выкладывать почему потому что у них регламентом это не предусмотрено вот в арбитражном суде если бы вы там участвовали то есть есть упрощенное производство когда материалы дела поступают они тогда сразу сканируются и любой участник может ознакомиться с этими материалами он определение получает с кодом доступа и он знакомится с материалами дела по другим делам которые в общем порядке исковое производство банкротства там никто материалы эти не выкладывает то есть видно движение по делу например отзыв на исковое заявление поступил от того до того то есть вы можете написать заявление и в общем порядке прийти с материалами дела ознакомиться никто вам не будет предоставлять этот доступ именно к материалам сканировать их и чтобы вы увидели их личном кабинете там это не предусмотрено а вы сослались на какой-то регламент я так понял внутренний документ или есть какой-то нормативный правовой акт который регламентирует эти вопросы ну вот то что вы хотите получить вы не получите через газ правосудия вы хотите ознакомиться с материалами дела которые есть уже в самом деле вам надо только очно ехать и ознакомиться я так понимаю что тут проблемы нету нет вы народ собрали естественно они там напугались они пригласили судебных приставов потому что ну не ходят так ознакомиться с материалами гражданского дела по 20 человек почему по 20 у нас у нас пришло 5 человек и ну 5 и по 5 не ходят приходит юрист договорился с помощником ему тут же дело дали он сел и знакомится все своими делами занимается вы конечно помогли пришли в пятером представляете они естественно не понимают что происходит у них это как сказать необыденная ситуация дело в том что я уже приходил так и неоднократно в екатеринбурге мы знакомились с материалами дела и нас там было не то что пять нас нас там было где-то человек 30 понимаете и все нормально знакомили я не знаю что посоветовать попробуйте один прийти я подал заявление смотрите один я опасаюсь смотрите один я опасаюсь потому как у меня есть информация что меня пытаются спровоцировать то есть хотят 318 статью уголовного кодекса ну как организовать то есть это применение физической силы к представителю власти это не ко мне вопрос обращайтесь к юристам в своем городе пусть они знакомятся с вашими материалами обратитесь в какую-то контору сторонник выдайте им доверенность пусть они ознакомятся и предоставят вам фотоматериалы это не проблема ну получается это адвокат должен да у которого есть доступ к секретке ну я не знаю это уголовный процесс нет это кодекс административного судопроизводства касс то есть я оспариваю незаконные действия прокуроров там достаточно юрист с юридическим образованием доверенность специально ну дело в том что процесс был объявлен закрытым то есть закрытый режим объявили и там якобы но это слушатели просто не допускают какая разница то есть материалы с материалами дела ваш представитель может ознакомиться а у него должна быть доверенность я правильно понимаю конечно вам расскажут в конторе а доверенность какая можно от руки написать или обязательно нотариально заверено так ну а человек с юридическим образованием не обязательно адвокат да не обязательно адвокат угу ладно благодарствую вы мне очень помогли до свидания до свидания про девушка вы мне звонили да минут 5 назад не знаю вот у меня входящий звонок а нет я не нет я не звонила это просто у нас может это ЖУ2 не знаю может кто-то из мастеров ЖУ2 да а что вы хотели я не могу сказать что я не знаю перезвонят это не я хорошо благодарствую ну впервые с ЖУ2 мне звонят с городского номера Андрей значит нужен код доступа какой код ничего не понял Ирина они испугались ты про что так звоним секундочку технический специалист так у нас никто трубку не берет объявляем перерыв на пять минут народ пока пишите мнение как как я вернусь это буду зачитывать ваше сообщение все пауза так продолжаем эфир поступило сообщение на почтовый ящик сейчас выведу его на экран так четыре минуты назад пришло сообщение о том что доступ предоставлен так 15 22 доступ предоставлен так в ответ шестобитов о окажется он не в отпуске от 17 12 сегодня так в ответ на ваше обращение от 10 от 12 сообщает что вам предоставлен возможность просмотра сведений из судебных актов в электронном виде в личном кабинете портал электронной правосудия по гражданскому делу номер 2а 94 76 ознакомиться с материалами гражданского дела согласно инструкции по судебному производству в районном суде утвержденный приказом судебного департамента а ссылка на нормативный акт отлично вы можете в помещении суда на основании письменного заявления в приемные часы работы так проверяем доступа нет так приложение скрин страницы об открытии доступа скрина нету приложения нет а вот скрани скрин страницы на сохраняем открываем так Антон Николаевич Булгаков так доступ открыт написано а по факту его нет PISDP модуль DO версия 005 программа называется ага всего то им надо было нажать одну кнопочку чтобы открыть доступ к делу однако по факту так статус доступ предоставлен а по факту доступа нет выходим заходим заново нету доступа опять вводят заблуждение звоним в приемную шерстобитого 172 а алло 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 а трубку бросает сразу еще раз еще раз звоним доступа нет ни к одному делу ну понятно трубку они не берут так звоним в техническую поддержку газ правосудие 8 800 637 33 здравствуйте вы позвонили в сервис технической поддержки граждан по вопросам использования личных кабинетов пользователей сервиса электронное правосудие мы работаем для вас в 7 00 до 19 00 в будние дни если ваш вопрос касается авторизации в личном кабинете нажмите 1 если ваш вопрос касается прикрепления документов нажмите 2 обращаем ваше внимание что сервис технической поддержки граждан по вопросам использования личных кабинетов пользователей сервиса электронное правосудие не оказывает услуг по предоставлению юридических консультаций с целью получения юридической консультации вам необходимо самостоятельно обратиться в службу предоставляющую данную услугу если у вас алле 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 здравствуйте служба поддержки личных кабинетов сервиса электронное правосудие меня зовут Анатолий я вас слушаю здравствуйте меня зовут Антон Николаевич я бы хотел проконсультироваться у вас дело в том что мне только что пришел ответ через газ правосудие о предоставлении доступа к материалам дела а по факту доступа нет сургутский городской суд сургутский городской суд а также через газ правосудие был ответ буквально минут десять назад ответили и прислали скриншот что доступ предоставлен нет я захожу на газ правосудие нажимаю раздел дела и мне высвечивается что у вас нет доступа ни к одному делу подскажите пожалуйста ваш способ какой был авторизации на сайте через учетную запись на газ услугах или прошу прощения на гос услугах или через УКЭП сильная коэффицированная электронная подпись через газ правосудие через учетную запись на портале гос услуги правильно авторизовались на нашем портале именно каким образом ну там надо снилс указать и пароль то есть через гос услуги вы авторизовались через ЕСЯ правильно да через ЕСЯ зашел на сайт ej.суд.rf.ru и там написано типа авторизуйтесь поставите галочку введите снилс пароли и вот в личном кабинете в газ правосудие я сейчас нахожусь раздел дела дела и когда отправляли обращение на предоставление доступа к делу также таким же образом вы были авторизованы на сайте через ЕСЯ через гос услуги правильно? да 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 вот я в истории обращения потому что дела они в разных списках сохраняются и при разных способах авторизации если через сильную коэффицированную электронную подпись то один список формируется если через гос услуги то соответственно другой в связи с этим и запрашиваю данную информацию к сожалению я сейчас не могу сказать по какой причине не удается получить доступ возможно имеет место временный сбой системы вы могли бы нам тогда предоставить скриншоты которые подтверждают что не удается ну во первых что доступ был вам предоставлен данное сообщение и также что отображается ошибка что нет доступа ни к тому делу номер обращения вы можете посмотреть у себя в системе я могу его назвать просто найдете и там мое обращение вместе со скриншотом с сайта суда он не изменился у меня по-прежнему нет доступа и скриншот со стороны суда что якобы доступ предоставлен все так все документы да 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 86 rs 00 304 нет и насколько я вижу это единственный этот идентификатор этого обращения вы же можете зайти в мою вы вы же можете зайти в историю моих обращений посмотреть последний номер вот на 43 заканчивается мое обращение я не через электронную почту отправляла через газ правосудие подачи обращений через через форму обратной связи то есть после того как вам приходило ответное письмо вы на него уже не отвечали нет еще а когда вы отправляли обращение через форму обратной связи какой-то адрес электронной почты указывали да конечно могли бы вот тогда протестовать сейчас анбиллион собачка gmail.com первая вторая буква n николай английская николай далее буква b борис далее буква i английская далее 2 буквы l леонид буква i английская буква o и буква n николай английская полностью анбиллион далее собачка gmail.com собачка gmail.com так хорошо мы тогда проверим всю информацию возможно опять таки да повторюсь что имеется скорее всего место временной сбой системы можем рекомендовать через какое то время еще раз зайти на сайт и посмотреть будет ли отображаться информация по делу И также мы передадим нашим сотрудникам данную информацию, что не отображается доступ к материалам дела, которое... Подскажите, а вот у меня есть информация, что Сургутский городской суд ни разу не предоставлял доступ к материалам дела через систему Газправосудия. Это правда? Такую информацию, как вы понимаете, мы не располагаем на горячей линии. А с кем можно пообщаться по этому поводу? Если суд подключен, если он находится в списке при подаче обращения, то означает, что суд подключен к системе электронного правосудия, соответственно, и возможность подачи обращения должна быть, ну и, соответственно, предоставление материала. Опять-таки, как правило, предоставляется в любом случае доступ к тем делам, которые изначально были заведены через наш сервис. Если дело рассмотрелось в обычном порядке, то здесь уже особый порядок доступа, он предоставляется судом.